Ну, чтобы сделать эту формулу, нужно очень много времени труднее, чем саму скрипку. Тогда зачем Странивари сделал столько форм? Зачем он сделал столько форм? И тогда я стал изучать. В 667 году Странивари сделал скрипку 352 мм длина. А потом он затратил страшные усилия, чтобы сделать шаблон, чтобы сделать скрипку на 2 мм меньше. Почему? А потом на 6 мм он снова делал шаблон. 353 мм на 1 мм варить. Как так? Почему? И тогда я понял, Странивари не знал чертежа. И чтобы сделать хоть чуть-чуть, изменить скрипку, произвольно она перестает играть. Что такое идеальный реальный скрипка? Что это? Это голос скрипки, который максимально приближен к голосу человека. И тот вопрос, как возникла скрипка, является самой интеллигентной тайной на Земле. И я понял, что я умру, если я не расстроил тайну. Я взял скрипку, у которой длина 353 мм. И я умножил на 0,618. Я получил вот это число. 218,154. Это вот эта часть. Тогда я почувствовал, что я уже счастливый. И что я не умру. И чтобы он не умру, после того, как он открыл этот скрипт. Но еще есть толщина деки. И она полностью подлежит точно так же золотому свече. И когда я это познал, я сделал первый скрипт. Она была страшной. Ее унесли за кулисы. И взяли скрипку Странивари. И взяли мою страшную скрипку. Взяли и сидели скрипачи. Они все сказали на мою скрипку, что это Странивари. Клинусь. Я взял эту длину, вот эту длину. И опланирую ее сюда. И поставил ее сюда. И соединил длину. Потом соединил вторую. Потом соединил эту длину с этой. Скрипка пока здесь стоит. Я провел другие линии. Я взял из книги вот эту чертеж пирамиды. Это из книги. Вот эти коридоры. Дошел робот сюда и остановился. Это камера под землю. И здесь даны углы. И дал угол, как прийти в камеру царя. И я взял свой чертеж, который построен только 0618. И положил сюда. И я получил абсолютную совпадет. Это линия в коридор. Это линия в камеру царя. Она полностью совпала с моей линией. Это линия в камеру царя. Она полностью совпала. И я абсолютно повторил чертеж, по которому было сделано пирамиды. Прямо начиная со скрипки получилось. Я начинал со скрипки. Я пришел в пирамиды потом. Покажем, зачем была построена пирамида. Это великий резонат. Это резонат. Ведь там никогда не похоронили фараона. В пирамиде нет. Никогда не был захоронен ни один фараон. Все захоронены в других местах. Я в Калькере создал струнную пирамиду. Она вся из этих струнцев. Внутри. Все? Я в 0.2. Все в нашем организме соответствует 0.618. Потому что все в нашем организме. Все отношения. Постепенно эта гармония распадается. Если вы подвергли свой организм. А резонанс? Если вы это делаете для вашего организма. Все расчет подстраиваться. И есть молекула воды. Здесь кислород. Окей. 104 градуса. Обычная вода. У нашей воды 108 градусов. Ваши все другие открытия основные на этом. Да? Не все. Многие. Многие из них обнаружили это. Безусловно на этой идее. Я беру физические соединения вещества. Он берет разные кемиологические компоненты. Те, которые имеют отношение. Определенные финансовые круги в США по согласованию с правительством. Узнав о работах уважаемого Виктора Ивановича. Очевидно, эти работы там анализируются, там известные. Обратились ко мне с целью, чтобы я сопроводил господина Мосса в поездке, в его экспертизе работ Виктора Ивановича Петрика. Поэтому мы как бы неожиданно свалились на голову Виктора Ивановича. Цель, которую преследует господин Мосс, это ознакомиться с новациями, инновациями и изобретениями Виктора Ивановича, которые, конечно, в первую очередь могут быть применены для лечения рака. Которые могут иметь применение в медицине в целом. Он делает специальные доклады, которые посылаются в администрацию США, в центральные раковые институты. И больше того, поскольку он известнейший эксперт по онкологии, который выпустил 12 книг по раку за 35 лет. И его книги являются пособиями для всех центров по всему миру. Конечно, информацию, которую выкладывает доктор Мосс, она поступает во все клиники. В США мы провели 40 лет сроков в Америке, которые очень интенсивно борются с раком. И в этой войне было потрачено больше и больше, гораздо 100 миллиардов долларов. И мы практически получили очень маленький прогресс. Ничего нового не создалось, ни своим делом. Поэтому мы абсолютно, что нам не хватает в этой борьбе с раком, это появление новых идей. Очень потрясла его ситуация, что в принципе реакция Виктора Ивановича Петрика на любую тему, которая поднимается для обсуждения. Абсолютно уникальное, неожиданное, которое, в общем, ведет к тому, что он даже может предлагать решение. Я не говорю автоматически, что он всегда прав. Но это создает вам новое направление, меняет ваше направление развития идей, мыслей. Которые нуждаются для того, чтобы решить проблему. Потому что традиционно это не решается 40 лет. И совершенно нетрадиционным путем. И я считаю, что это самое главное. Я ничего не могу придумать, что может быть главнее в этой области, чем поиск нетрадиционных путей, традиционные неработы. И для меня сегодня абсолютно ясно, и я даже с удовольствием бы думаю, что хотелось бы мне скооперироваться с господином Петриком. Во-первых, показать миру его абсолютно уникальный способ мышления, видение проблем и мышления. И в итоге абсолютно мне кажется, что это даст огромное удовлетворение раковым больным, в первую очередь, во всем мире. Мы встретились с ним уже в конце 50-х, начале 60-х годов, скорее. Нет, в 60-х годах мы встретились с ним, когда он был студентом факультета психологии Ленинградского университета. И мой учитель, вот замечательное лицо, Бехтерев и Владимир Николаевич Мясищев, мой учитель, он во многом способствовал тому, чтобы Виктор Иванович поступил в Ленинградский университет. Он написал специальное письмо в связи с его, ну прямо скажем, такими необычными гипнотическими способностями. Владимир Николаевич, который знал, потому что ему говорили, да, с места учебы Виктора Ивановича, когда он поступил в училище, да, ему говорили о том, что он обладает недюжинными гипнотическими способностями. И Владимир Николаевич решил это проверить, да, и поэтому он предложил Виктору Ивановичу в этой нашей круглой бестерской аудитории, по сути, провести сеанс гипноза. И вот я повторяю, что Виктор Иванович сказал, что я проведу сеанс гипноза, но дайте мне наименее гипнабельного больного, чтобы я мог все-таки показать, что я, ну, выхожу за рамки среднего гипнотизера, который иногда справляется с больным, а иногда не справляется, он справился с очень сложным, негипнабельным больным. И это было в присутствии Владимира Николаевича и студентов Ленинградского университета, которые здесь, в этой аудитории, Владимир Николаевич читал им лекции тогда. Впечатление было, конечно, удивительное, потому что добиться у любого больного, у любого гипнотизируемого, добиться каталепсии, вот этого моста, это можно видеть в учебниках по гипнозу, добиться этого может не каждый гипнотизер, даже если он владеет хорошо техникой гипноза. Виктор Иванович продемонстрировал, что он владеет классическим гипнозом, ну, как, в общем-то, как крупный специалист, учтем, что это было начало его встречи с медициной, психологией, ну, медициной с точки зрения психотерапии, да, гипноз. Все знали, что в этой аудитории Бестеря проводил сеанс, первый в России сеанс коллективного гипноза. Нет, все-таки это было само по себе признание. Если человека приглашают повторить гипноз, потому что Бестеря был блестящим медицинсером, да, то я думаю, что это о чем-то говорит. Причем это повторяется дважды, да, вот, может быть, на этом случае использования гипноза, да, на больном, но это повторяется также в процессе работы над курсовыми дипломными работами, да, дипломной работой. Для своих курсовых и дипломной работы он сделал прибор, который позволял определять количественно степень внушаемости человека, внушаемости и самовнушаемости. Этот прибор улег в основу его курсовых и дипломной работы. Дипломная работа была, ну, очень интересна. Он творческим человеком был уже тогда, хотя он не создавал еще своих открытий. Я скажу вам следующее. Вот скажите, Кашпировский хороший гипнотизер? Нет, как вы думаете? Ну, в соответствии с тем, что он делал, проводил эти сеансы по телевидению, что в это включались, ну, миллионы людей по телевидению. Техника гипноза у него была прекрасная, он был отличный гипнотизер. Виктор Иванович на порядок выше по своим гипнотическим возможностям, по технике, по применению, выше Кашпировского. И для меня это высшая оценка. У меня было такие два основных. Это жизнь Виктора Ивановича до того, как его узнали другие, фактически только я и знал это. И вот то, что представляют собой эти открытия и реакции возможной людей на них, ибо трудности, которые он испытывает, это относится к психологии. Я специально написал себе, да, чтобы не занимать много времени, удивление, раздражение, отрицание и враждебность. Если это не академики, самодостаточные, а представим себе, что это люди средне, подготовленные ученые, да, со средними знаниями. И вот они слушают, что они всю жизнь занимаются наукой, да, в близких областях, ничего не могут сделать, да. Потому что, ну, что мне говорить-то, вы сами понимаете, что истинно талантливых людей, выдающихся людей, не очень много популяций, да. Это было бы ужасно, если бы их было много. Их мало. И поэтому Виктор Иванович, это не на один на сто человек или на тысячу, возможно, это один на... Эта книга, первая книга по медицинской психологии, обобщающая все знания, которые появились у нас за 20 лет до выхода, до 60-80-е годы. Этот всплеск интереса к клинической психологии. К этой книге тоже прикоснулся Виктор Иванович. Несколько необычная, согласитесь, вещь. Да неважно, как. Вот эта книга, она была второй, оформлена Виктором Ивановичем. Замечательное вот это оформление, оно было сделано, ну, с некоторым удивлением для меня. Потому что уже тогда я знал, что он делает скрипки, что он реставрирует великолепно картины. Я это уже знал, да, в те годы. И потом я узнал, что он также является оформителем книг. И когда он предложил, я даже несколько так удивился. А потом, это самое лучшее в трилогии оформление книги, надо сказать. Так что такое творческое начало было. Вот. И в создании этого прибора, и в создании этой книги. То есть я хочу сказать, что линия жизни его, это не вдруг случайный какой-то взрыв, когда он начинает предлагать свои изобретения, да, которые академиками, не мною оцениваются, как практически гениальные изобретения, да. И вот эта линия его жизни, творческая, она, стремление идти какими-то непротворенными путями, она вот была уже видна и в университете. Это именно линия его жизни. Он вообще ренессансная фигура, с моей точки зрения. И пишет, и делает скрипки. Представляете, помимо всего прочего. Скрипка удивительная, тембр роскошный совершенно, поразительный. Тем более, что у моего сына прекрасный итальянский инструмент, кремонный, в 18 веках. Все уже открылось. И то, человек избавленный игрой на великолепных инструментах и прочее, был поражен, звучание на великолепных инструментах. Дом, конечно, удивительный. Весь в картинах. Скрипки. Такие-то предметы прикладного искусства. Сотворить великое дано единицами. Как же мы эволюционировали? Мой отец, мой дед, и моя вся конституция. И я пришел в этот мир благодаря вот этому филогенезу с каким-то важным качеством, свойством, которое природе было бы важно закрепить и оставить. Может быть, а очень быстро бедрою. Или хорошо мыслю. Или память у него ведь говорит. Как геному закрепить это свойство? Геному. Он решает все. Он по запаху и по глазам знает, что у нее тоже вот здесь пик. И только он ее обнаружил. Он впрыскивает сиротонин. Сердце ваше волнуется, останавливается. И запах любимый до конца жизни. Самый сладкий и самый прекрасный. Кому-то она пахнет горькой селедкой и ужасом. А для вас она просто самая... Самый волос из... Я все раз прошу, Павел. Для всех. Так вот. Это решение. Это так все происходит. Тяжелая дорога. Вы думаете, с ней не только учите? Да, вот я не очень даже слышу. Это так мне не легко. Да, я не легко. Вот эта внешняя холодность, она не только внешняя. Я не скрываю следующее. У меня никогда в моей жизни не было, чтобы женщина подошла со мной обняла меня. Или там, как говорить лукавински, пригорнула, да? Этого никогда просто не было. Вот она существует сам по себе. А вот это вот про Любу. Вы пили кровь мою, нежнейшая голубка. Горбатый клюв мне в тело опускали. А я не смел сказать о боли, когда вы лапками сжимали сердце. А каждый день восхождение на Эверест угадало сможет. Так вот. Вот это история. Дриппы нет. Это как бы оптекатель для ракет. Были созданы исходные нано-порошки и под давлением в пресс-форме получена керамика, которая прозрачная. Не только в видимом диапазоне, но и в ультрафиолете, в века диапазоне. Вот это то, вокруг чего в основном начала воздействовать в Академия, потому что Америка приступила к синтезу этой шпинели в 62-м году, а Россия в 74-м году. И на протяжении всех этих лет в Америке трижды выделялось по 500 миллионов долларов. И шпинель не было создана. В России институт ГОИ был ведущим, и много-много разных институтов профильных вели эти исследования. И понятно, что всех это возмутило, что один человек как мог это сделать. Значит, он украл. Может быть, даже в России сделали, а потом забыли, а он украл. За это я на них подал суд на Академию. Требую миллиарды, чтобы они приослились. Я вырастил черный опал. Вы видите, все как надо. Малиновый, в черном опале считается малиновый, который возникает неоткуда. Фиолетовый. Да, фиолетовый, синий, зеленый. Фиолетовый. И он как мельцает, исходит оттуда. Я взял вот такой мешочек. И мы отправили в Америку. И мы получили сертификат, что все эти опалы получены в Австралии, в месторождении такое-то, где и был добыт знаменитый диванширский черный опал. Я немедленно взял его размеры, и вот этот опал, он полностью повторяет знаменитый диванширский опал. Вот это вот оно, настоящие технологии. Вообще, я никогда не планирую. И я изначально скажу, что я буду делать то, чего никто никогда не делал, потому что идти по пути известных технологий у меня и времени не хватит, и знаний не хватит. И опыта, и оборудования, значит, я должен сделать что-то совершенно другое. У меня была одна из лучших коллекций в стране, 159 подлинников, и поныне в музеях Ленинграда и области находятся в моих. Я был ошеломлен, потому что вот этот скрытый, вот смотрите, вот эта тропия, которая там и храмов-то никаких нету, а вот как храмы ведь. И вся наша, и вся наша это напряжение и горе, которое и все в смеси, и красота, и вера, и горе, и страдания, и так будет всегда в России. Редактор субтитров А.Семкин